Ирине Бардыгиной всего 26, но уже целых 5 лет она работает учителем начальных классов в Одинцовской школе номер 12. Ее хобби – фотоискусство, поэтому помимо знаний, которые передает детям, она дарит их родителям кадры самых интересных моментов в школьной жизни. Когда директор школы предложила педагогу принять участие в конкурсе, Ирина Сергеевна, как творческий человек, ответила «Кто, если не я?». Ни одна другая профессия, связанная только с детьми, может столько дарить тепла и заботы людям. Мне нравится заходить каждый день в класс и каждый день дарить детям какую-то частичку знаний. Когда я вижу, что они понимают тему, которую до этого не понимали, это самое прекрасное чувство на земле. Участниками муниципального этапа 31-го конкурса профессионального мастерства «Учитель года-2020» стали 25 человек. На церемонии открытия их поздравила финалистка конкурса 97-го и 2005-го годов Татьяна Савина. Она исполнила известную композицию «Учительский вальс». Участников конкурса приветствовали члены большого жюри, лауреат регионального этапа конкурса «Учитель года-2019» Павел Реутов, а также начальник управления образования Одинцовского городского округа Алексей Поляков. Главной целью этого конкурса – это передача вашего профессионального мастерства. Цель – передать его своим товарищам, таким же педагогам из других образовательных учреждений, поделиться своим профессиональным опытом с нами в том числе. Кроме этого, конечно же, мы ставим задачу и познакомить вас ближе друг с другом. 24 октября начнется конкурсное испытание под названием «Методическое объединение», в котором претенденты на звание «Учитель года-2020» расскажут о своей педагогической программе. Соревновательный процесс будет проходить каждые две недели и так до финала, в который попадут лишь шесть лучших педагогов. Учебное занятие, которое проводится в школе с чужими детками, в неизвестном варианте, и наши педагоги показывают не урок, а учебное занятие, поскольку оно длится чуть меньше, что тоже создает большие сложности для них. По итогам этого тура у нас половина участников прекращает свое выступление, и 12 человек переходит в следующий тур. Там они показывают свой образовательный проект, они нам рассказывают о том, как поступить в той или иной психологической, педагогической ситуации, которую им представят на конкурсном испытании. Эти люди сейчас в самом начале конкурсного пути, впереди у них мощная подготовка, поддержка близких и коллег. Три этапа профессионального состязания, которые для кого-то из них завершатся заслуженной победой. Мила Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания Одинсова.